Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня хотим поделиться с вами идеей применения пленочного теплого пола не только для обогрева полов. Летом в пору сбора небывалого урожая яблок стал вопрос о быстрой его переработке. Варенье, джемы и повидло уже были наварены и заготовлены. Раздавали по соседям, родственникам, знакомым, но желающих было мало. У всех был свой отличный урожай прошлым летом. Нарезали и заморозили часть урожая, а яблоки все не заканчивались. Оставалась сушка, но яблоки быстро не сохнут, да и места много надо. И тогда моя мама, которая уже идет 84 год, решила сушить яблоки на пленочном теплом полу, постелив эту пленку на стол. Яблоки высушивались быстро, менее чем за сутки. Кстати, из яблок мама делает вкуснейшую постелу и тоже сушит на этой пленке. Делюсь маминым рецептом. Помытые яблоки нарезаем мелкими кубиками. Готовых очищенных яблок получилось 2 килограмма 700 граммов. Добавляем 300 граммов свежемороженных любых ягод. В зависимости от ягод будет и цвет постелы. У нас черная смородина 200 грамм и клюква 100 грамм. Все перемешали и общий вес получился 3 килограмма. Так называемые яблочные отходы не выбрасываем. Все идет в дело. Ведь известно, что кожура и сердцевина яблок очень богаты пектином. Это не просто ценный элемент. Именно пектин способствует застыванию конфитюра по виду и желе. Вот почему рекомендуется все остатки яблок после переработки использовать для приготовления этих вкуснейших десертов. Заливаем содержимое обычной холодной водой 400 миллилитров и ставим вариться минут на 15-20. Далее все остужаем, протираем остывшую массу через сито и у нас получается почти 450 миллилитров. В таз с нарезанными яблоками добавляем 300 граммов песка и всю протертую жидкость. Ставим на огонь, перемешиваем. Как закипит, огонь убавляем. Варится 30 минут. В процессе варки выжимаем сок половины лимона. Оставляем на 2-3 часа остужаться. После остывания измельчаем всю массу блендером, превращая содержимое в пюре. Еще раз провариваем на маленьком огне 20 минут, постоянно помешивая. И снова остужаем. В это время готовим термопленку. Расстилаем на стол, застилаем полиэтиленом сверху и подключаем к сети. Немного смачиваем бумажное полотенце подсолнечным маслом и смазываем очень тонким слоем целлофан на термопленке. Иначе пастила прикипнет к целлофану и будет рваться. А далее наступает самый сложный, долгий и ответственный процесс. Нужно как можно тоньше и ровнее расстелить охлажденное пюре на термопленку. Как говорит мама, это ювелирная работа. После этого оставляем сохнуть на сутки. По истечении суток аккуратно отлепляем получившиеся листы пастилы, переворачиваем и оставляем сушиться еще на дни сутки. И вот, наконец, вкуснейшая пастила готова. Вкус и цвет пастилы зависит от добавленных ягод. Желто-оранжевый цвет дает облепиха и вкус у такой пастилы просто изумительный. Вишневый цвет усмородины, вишни, крыжовника, клюквы, пастила с добавлением ягод имеет свой неповторимый особый вкус. Вот так, благодаря маме и ее замечательной идее использования термопленки в качестве сушилки, мы круглый год лакомимся вкуснейшей пастилой. А еще мама все лето и осень сушила привезенные нами с нашего огорода зелень и овощи на этой термопленке. Здесь и укроп, петрушка, эстрагон, базилик, любисток, нарезанные перцы сладкие, морковь, натертая на крупной терке, помидоры. Она складывала все в отдельной баночке, а потом, измельчив в блендере, делала нам всем, и детям, и внукам, ароматные витаминные приправы. Вот такое необычное применение пленочного теплого пола. Кстати, мы приобрели его на Озоне. Там дешевле и скидку делают по промокоду. Ссылку я оставлю в описании, если вам интересно. Будем рады, если видео оказалось для вас полезным. Пишите комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.